Периметр треугольника ABC равен 30 сантиметров. Точка касания вписанной окружности со стороной AB делит ее в соотношении 3 к 1, считая от вершины А. А точка касания со стороной B удалена от вершины C на 5 сантиметров. Найдите стороны треугольника. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. AM так относится к BM, как 3 к 2. Отрезок КЦ равняется 5 сантиметров. Периметр треугольника ABC равен 30 сантиметров. Найдите стороны треугольника. AB неизвестно, BC неизвестно и AC неизвестно. Так как у нас есть соотношение AM на BM равное 3 к 2, сразу введем переменную. Пусть AM равняется 3x, BM тогда будет равняться 2x. Такой ввод переменных стоит сразу делать, когда у нас есть подобного типа соотношения. Отрезок BM равняется отрезку BK. И все это равняется 2x. Отрезок AM равняется отрезку AT. И все это равняется 3x. Отрезок CK равняется отрезку CT. И все это равняется 5. Эти равенства будут верны, так как если провести из одной точки две касательные к окружности, то отрезки касательных будут равны. Это легко доказать. Рассмотрим на примере CK и CT. Треугольник CKO будет прямоугольный, так как KO это радиус опущенный в точку касания. OT также будет пенпендикулярно CT, так как OT это радиус проведенный в точку касания. OK и OT будут равны между собой, как радиусы вписанной окружности. Для этих двух треугольников CO общая, тогда у нас получается, что треугольник CKO и треугольник CTO будут равны по катету и гипотенузе. А раз треугольники равны, оттуда следует, что соответствующие элементы будут равны. Тогда у нас получается, что CK равняется CT. Аналогичным образом можно доказать, что BK равняется BM и MA равняется TA. Рассмотрим периметр треугольника ABC. Периметр треугольника ABC равен сумме длины всех сторон. То есть AB плюс BC и плюс AC. Рассмотрим длину отрезка AB. Длина отрезка AB будет равняться сумме длины, которую он разбит. То есть AM плюс BM. AM это 2X плюс BM это 3X. Преобразовав получаем 5X. Рассмотрим длину отрезка BC. Длина отрезка BC будет равняться сумме длины, на которые он разбит. BK плюс CK. BK это 2X. CK это 5 сантиметров. И последний отрезок AC. AC будет равняться сумме длины отрезков AT плюс CT. AT равняется 3X. CT 5. По ранее доказанному. Подставим наши стороны ABC в ранее написанное выражение для периметра. Тогда у нас получается вместо периметра мы пишем 30 сантиметров равняется AB это 5X плюс BC это 2X плюс 5. И плюс AC это 3X плюс 5. Перенесем пятерки через знак равенства. Получается 30 минус 5 и минус 5. А остальное сложим. Получается 10X. Преобразуем слева. Получается 20 равняется 10X. Разделим все наше выражение на 10. Тогда у нас получается что X равняется 2 сантиметра. Тогда сторона AB равная 5X будет равняться 5 умножить на 2. Посчитав получаем 10 сантиметров. Сторона BC равняется 2 умножить на X. Получается 2 умножить на 2 и плюс 5. По счетам получаем 9 сантиметров. И сторона AC равняется 3 умножить на X. То есть 3 умножить на 2 и плюс 5. Посчитав получаем 11 сантиметров. Запишем ответ. Сторона AB равняется 10 сантиметров. Сторона BC равняется 9 сантиметров. И сторона AC равняется 11 сантиметров. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.